Против участия спортсменов из России в Олимпиаде 2024, которая пройдёт во Франции, высказалась мэр Парижа Анн Идальга. Причина – война, развязанная Россией в Украине. По мнению высокой чиновницы, спорт не может быть вне политики. «Я бы предпочла, чтобы они не приезжали. Путин – диктатор, угрожающий всей Европе и ведущий войну против Украины, пытаясь лишить целый народ права на существование. Трудно их видеть даже под нейтральным флагом. Ведь мы знаем, насколько много внимания Путин уделяет российским спортсменам». В январе прошлого года президент МОК Томас Бах высказался в поддержку участия россиян и белорусов в Олимпиаде. Украина, в свою очередь, заявила, что готова бойкотировать престижные соревнования, если их участниками будут российские спортсмены. Однако 26 июня национальные Олимпийские комитеты России и Белоруссии не получили от МОК приглашения к участию в летних Олимпийских играх в Париже. Им разрешили отправить на состязание только некоторых спортсменов под нейтральным флагом и без гимна. При таких условиях украинская сторона согласилась выступать на Олимпиаде. «Как организационный комитет мы приветствуем и уважаем это решение. И мы будем приветствовать тех спортсменов, которых квалифицировала Международная Федерация и подтвердил Международный паралимпийский и Олимпийский комитет для участия в соревнованиях соответственно правилам. Без флагов, гимнов, чиновников и командных видов спорта. Делегации будут малы, но их примут в Париже». Тем временем мэр Парижа признается, что предпочла бы, чтобы Международный Олимпийский комитет запретил участие этих спортсменов в Олимпиаде. По крайней мере, в официальных церемониях открытия и закрытия. На ближайшей сессии МОК должен решить, допускать ли белорусских и русских спортсменов к таким церемониям. В свою очередь, Международный паралимпийский комитет уже принял решение не позволять спортсменам из России и Беларуси участвовать в церемонии открытия и закрытия летних парижских игр. «Возможно, сами спортсмены и не виноваты, но символично, что они являются заложниками политики Путина, а также насилия, которому он прибегает, угрожая всей Европе». «Таким образом, решение паралимпийского движения мне показалось очень справедливым. Теперь решать Международному Олимпийскому комитету». Да и сам Томас Бах, похоже, сменил риторику. Он, как и раньше, считает правильным решение допустить спортсменов к играм под нейтральным флагом. Но критикует Россию за агрессивную политику. По его словам, там игнорируют тот факт, что именно вторжение в Украину и аннексия территорий побудили МОК к действиям. Одним из последних громких событий стало то, что спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию России касательно решения остановить членство страны в Международном Олимпийском комитете. Причиной стало создание на оккупированных России территории Украины Олимпийских советов в составе Олимпийского комитета Российской Федерации.